О Боге, о Вечности, о Душе, для чего человек живет, что его ждет за гробом. Ответы? Ответы из этой книги. Божье откровение. Только не ругайтесь, чтобы ни одного слова плохого не было. А я не ругаюсь. Я говорю, чтобы не ругались. Я не ругаюсь. Да, хорошо. Я тебе такое не позволяю. Молодец, просто молодец. Тут голые валяются, пьяные. Ну, анонисты кругом. Да. За это суд Божий ждет. И мы, православные люди, проповедники, пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, что за это будет. Гореть вечно в огне им. А есть рай. Иисус умер за грехи людей. Он омыл нас кровью своею. Он отдал жизнь за нас. Вы откуда, православные? Православные? У вас храм есть там? Нет, вы откуда, православные? Я нахожусь в городе Барнауля, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Понял. Кого зовут? Игнатий Тихонович Лапкин. Понял. Если вы зарядите в скайпе, два слова, Игнатий Лапкин, меня найдете. Минутку, подождите. Кто? Я тут разговариваю. Садись, поехали. Вот, два слова зарядите в скайпе, Игнатий Лапкин. Вы зайдете, мы встретимся. Ну, допустим, часа через два. И я вам скину наши ресурсы. У нас огромный YouTube. Очень большой. 17 тысяч роликов наших только на нем. Понял, понял. Вот, сайт, мой мир, там и ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттер, там много что есть. Вы чисто это? Как его? Что вы людям это говорите? Посвящаете у них или что? Да, чтобы люди здесь не грешили. Тут безобразия много. Только не ругайтесь. Ни одного слова плохого не говорите. Так я же вам... Да, я очень прошу, потому что вы потом будете стыдиться. Не надо так. Я хорошо, что вы не говорите. Мы строим православную деревню. Все люди верующие. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Понял, понял. А что, а грехи только батюшки идти отпускают? Ну, так Господь установил. Говорит, кому простить, и проститься. Кому оставить, и оставиться. А мне можно грехи об этом? А вот вы там и сходите. Да бороду не брейте. Посты соблюдайте. Бороду не надо брить. Вы же не женщина. Мужчина – это власть. А женщина должна быть в подчинении. Она тебя видит, какой ты есть. А что ты скоблишь-то? Зачем это? Ты же не яйцо куриное. Что, типа не надо бриться мне, что ли? Так а неужели надо? А я еще хочу иногда побриться. Ну, тогда делай как следует. Никакого отношения к Богу не относятся. Ты вредитель. Бог тебя сотворил таким, а ты эту картину давай подправлять. Картина Репина, Микеланджело. Леонардо да Винчи, а я подойду, начну углем подправлять. Что из этого получится? Ну, дедуля, это, можно я вас перебью? Зачем перебивать-то? Нас и так мало. Нет, в смысле, я вас это, имею в виду, перебью это. Ну, я понял. Возьмешь дубинку и начнешь перебивать всех. Зачем нас перебивать-то? Нет, вы не так поняли, деда. Вы че? Я не такой. Ну, хорошо. Нет, вы че? Вы не о том думаете. Вы можете сказать, можно ли сказать, там вопрос задать, а то перебью. Ты перебьешь мне руку, а как? Нет, вы не так поняли, извините меня. Ничего, 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 ладно. Вас как звать-то? Просто я хотел сказать свое слово, перебью, в смысле, Ваше. Давай. Да вот вы меня за этого, или теперь не знаю, с чего начать. Это я вас перебил. Перебил вашу мысль. Вы курите? Ну, вы курите? Сигареты? Ну, какая разница, табак. Курю. Ну, вот мысли у вас такие. Сколько вам лет? Мне 32. О, уже пожилой. А мне 81. И меня не перебили вы. Нет, я хотел вам то, что сказать, то, что люди все грешные. Правильно. Так и написано. Все согрешились, все лишены славы Божьей. Нет делающего добро, нет ни одного. Нет, ни одного человека, который не прожил жизнь. Мы так и молимся. Господи, прости согрешение, ибо нет человека, который жил бы на земле и не согрешил. Ты, любящий Отец наш небесный, прости его и помилуй. Это над покойником считаем. Понял, понял. А вы меня не можете об этом, Катю, грехи снять? С вас не снять. Они у вас внутри, с дымом табачным. Вы бросите курить. Почему? Потому что Бога нет внутри. Демон там у вас требует дыма, разложения вещества. Это бесы, демоны. Как Лев Толстой говорит, черти, они требуют. Это наше тело, это храм Божий, а ты его отравляешь. Кто курит, 12 лет жизни отрывается. А последние годы харкать туберкулезом будешь. Зачем тебе это? Ну да, ты прав. Что прав-то я? У меня статистика на руках. Нифига ты. Табака, курение, смерть. Так, все, давайте, 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 давайте прощаться. Вы в скайпе меня найдете. Давайте. А то у вас язык заплетается с Богом наш. Господь Иисус Христос умер за наши грехи. И призывает к себе, говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго моё на себя, научитесь от меня. Ибо бремя моё лёгко. И найдёте покой душам вашим. Без Бога нет мира, один обман. Особенно вот в этот чат рулетка, здесь люди с ума посходили. И мужчины голые валяются, и безумием занимаются, и женщины так же. И сказать некому ничего. Мне тоже это очень не нравится. У вас, может, вопросы какие есть? Да вроде нет. А вы никогда не задумали, что человек умирает? Это всё, дальше ничего нету? Я верю в загробный мир. Загробную жизнь. А откуда вы об ней узнали? Ну, родители рассказывали. Родители. А у вас храм Божий православный есть? В городе? Да. А где вы находитесь, там есть? Я в Новороссийске живу, есть, конечно. Ну, там вы можете для себя Евангелие достать, если нету. Евангелие сейчас легко достать. Такое время наступило, что свободно издают. И вы узнаете очень многое. Как надо жить. Как соблюдать заповеди Господни. Вот. Женщина должна быть всегда в платке. Вам это сейчас не посильно. А вот вы зайдётесь, а наш ресурс называется «Во свете Библии» YouTube. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Если есть, зарядите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Как ещё раз называется? «Во свете Библии». Свет. «Во свете Библии». Родители, подержи. Так. Игнатий Лапкин. Открылась? Да. А какой рисунок там? Раз. Так, минутку, сейчас посмотрю. Он, она самая. Вот, если первая страница у вас, вы сразу увидите там. Сегодня ночью я прошедшую ночь ставил ролики. У нас огромный-огромный YouTube. Там 17 тысяч роликов наших. Тысяч. Мы строим православную деревню. Я был начальник детского лагеря 45 лет. Как у нас собираются люди, как отдыхают, как изучаем Слово Божие. Вам всё будет интересно. У нас мата нету вообще ни одного. Никто не курит. У нас это не положено. Народ здоровый. Это правильно. Ну да. Что вы расскажете? Ну что, вопросы есть какие? Да вроде нет. Да не может того быть. А вы знаете, как вот мы узнаём, что Библия – Слово Божие? Конкретно. Я вам Библию показал? Давайте. Вот смотрите, вот она написана. Это несомненно Библия. Вот я с мусульманами разговариваю. А у нас другая книга. Я говорю, может вот эта? А они сразу, да, наша книга. А что написано, ни один не знает. У них нет ни одного пророчества. А у нас много пророчеств. Мы знаем, как дальше события мировые будут развиваться. И что мы стоим прямо где-то рядом с ними. А расскажите мне. Ну, в первую очередь, денежная система везде исчезнет. Во всём мире. То есть мне не надо приплатить. У людей будет щип, зачипированную. Руку показал и сразу посчитал, и деньги, и всё. А оно там рисовое зёрнышко. Сегодня уже щипируют, показывают. Второе. А что? Откуда вы это знаете? Я сейчас закончу главные признаки. Границы исчезнут. Будет одно государство на всём земном шаре. И столица будет не Москва, не Нью-Йорк, а Иерусалим. Иерусалим. И над всем миром будет один правитель. Один. Еврей. Еврей. Из колена Данова. И зашифрованное его 666. Вот такой будет правитель. О нём Владимир Сергеевич Соловьёв, русский философ, три слова пишет. И он будет царствовать 42 месяца, 3,5 года. Ещё его нету. 2000 лет назад это написано. И мы абсолютно точно знаем. Понятно. Ведь представляешь, Границы вообще исчезнут. А столицей будет всего мира. Это будет Иерусалим. Да. А Москва? Москва сгорит в мгновение ока. А Новороссийск? Что? А Новороссийск? А на Новороссийск никто его не знает. Что Новороссийск? И речь идёт о столице, об источнике, который идёт оттуда. И написано, и найдена в ней кровь святых, от которой обогатились все народы. От Новороссийска-то или от Барнаула кто обогатился-то? А от Москвы-то все государства тянут и тянут. Вот если вы в скайпе зайдёте, по скайпу, Игнатий Лапкин, вы меня сразу найдёте. Только запишите, запомните это. И там я вам скину все наши ресурсы. У нас сайт есть, мой мир, форум. Там огромные-огромные материалы наши. Я вас подпишу сейчас в Ютубе. Всего хорошего, с Богом. И вам. До свидания, с Богом. Как Христос умер за наши грехи и воскрес. И сегодня зовёт всех с покаянием. Это самая радостная весть, амнистия. Давай. Может, у вас какие-то вопросы есть духовные? Ты что, мать, в библиотеке где-то сидишь или в церкви? Это квартира. Квартира. Моя, собственный дом мой. Это у меня всё сделано так, чтобы можно было больше гостей принимать. А что, откуда сам? Неоткуда. С улицы сейчас походил. Ветер сильный. Я вернулся опять домой. А где живёшь? А живу сейчас здесь. Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. 81-й год. Ладно, что. Пойду дальше. А что дальше-то? Голых женщин искать? Дальше искать нечего. Далее. Один Содом и Гоморра. Я пришёл к вам с великой миссией. Рассказать о Боге, о вечности. Я и недослушал на работе. Вы такую книгу считали? Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Чтобы они не грешили. Такое знают. Такое знают. Хорошо. У вас храмы православные там есть? Что есть? Храмы, храмы, церкви. Да. Конечно, есть. Если у вас будет желание встретиться, вы запомните Игнатий Лапкин по скайпу. А если пожелаете, где-то себе запишите. И напишите «Во свете Библии» канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это большой канал. 17 тысяч роликов. Продолжение следует... Продолжение следует...